Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. Я уверен, что многие огородники, садоводы одновременно являются большими цветоводами-любителями. Ну вот, как я. И одна из любимейших, старейших, древнейших культур цветочных – это пеларгония. Пеларгония зональная. Герань, ими еще не совсем правильно называют, но пускай герань будет, не важно. На самом деле пеларгония зональная. И многие, конечно, выращивают из семян каждый год на рассаду, нормальная история. Но многие также их содержат зимой в качестве маточников, черенкуют их, и потом опять выставляют на улицу для того, чтобы они радовали красивым цветением. Вот в детстве у бабушки у меня были герани, вот эти пеларгонии, с такими огромными красными цветами. Она их держала летом на балконе, а на зиму переносила на подоконники. Подоконник в Смоленске, в доме 46 по улице Николаева мы жили. Я там проводил все каникулы, и когда приезжал на весенние каникулы, она уже затевала там пересадки. И глоксини у нее были, но в том числе вот эти самые пеларгонии. И я очень хорошо помню те принципы, которые она использовала, которыми руководствовалась при пересадке этих самых гераней. Вот, значит, первое, что вот если у вас такая вот зыбатая герань, вот смотрите, такая зыбатая, да, вот это вот все, вот эти вот побеги длинные, они вам точно не нужны, потому что ничего хорошего от них не будет. Вот здесь вот снизу, вот здесь вот, здесь могут расти молодые побеги. Они бывают иногда слабоватые, а иногда их вообще нету. Вот для того, чтобы их сейчас уже март месяц, уже солнце хорошее, уже солнца хватает, все нормально, уже не будет вытягиваться. Вот для того, чтобы простимулировать их рост и им дать питание, вот это вот все надо, зыбатая вот это, удалить и сделать так, чтобы у нас был маленький, красивенький, компактный кустик. Кустик у нас этот находится в земле, в грунте. Значит, вот этот старый грунт, в котором зимовала вот эта наша пеларгония, его, конечно, надо убрать. Не нужно, чтобы она в нем там дальше жила. Убираем. Обратите внимание, вот принцип первый, да, у гераней очень небольшая корневая система. И повторно этот грунт для герани использовать при всем том не стоит. Почему? Потому что герани очень склонны к корневым гнилям. И там могут накапливаться всевозможные инфекции. Поэтому грунт берите свеженький. Второе, что любит герань, ну пеларгония зональная, она любит легкий проницаемый грунт без застоя влаги. Это очень важно. Но одновременно она весьма требовательна к питанию. И хорошим пролонгированным источником питания являются удобрения, органические удобрения. Вот на органику герань отзывчива прям очень сильно. Она может даже поджировать. Если ваша герань зажировала, просто умерьте поливы. Герань, ну пеларгония, пеларгония, она является достаточно засухоустойчивым растением. И здесь ее стоит подсушить, как она перестает жировать и все силы отдает на формирование вот этих самых цветочных шапок. Это, так сказать, принцип третий. Значит, поскольку она застоя влаги не любит, а корневая система у нее маленькая, вы можете высаживать ее в тот же самый контейнер, в котором она росла. Может, конечно, больше взять, но, как правило, она вполне в состоянии расти в том же самом контейнере. Да, корневая система у нее в целом небольшая. Небольшая. Значит, что мы делаем? Мы берем дренаж, обязательно какой-нибудь дренаж, чтобы застоя влаги не случалось. Это первое, что нам надо сделать. Второе, мы на слой дренажа укладываем обыкновенный плодородный грунт из, ну, из пакета, да, на основе торфа. Вот третье, что я делаю, я сюда вот на дно беру буквально вот на такой вот горшочек, ну, это, наверное, 2 литра, наверное, 2 литра. Я беру вот такую небольшую горсть биогумуса, но у меня вот такой вот осенний, я когда-то даже не осенний, ну, просто биогумус, вермигумус, да, червячками сделанный. И вот здесь вот внизу вот так вот обязательно перемешиваю. И еще у меня есть вот такие кокулянцы, это индюшинный помет. Я беру буквально раз, два, три, четыре, ну, вот пять штучек, все, хватит, больше не надо. Немножко его вот так вот углубляю, и все. Здесь заправочка получилась прям очень и очень хорошая. Устанавливаю вот сюда вот эту пеларгонию и беру, обычным образом беру и засыпаю землей. Засыпаю, 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 засыпаю. И все, наша пеларгония готова, так сказать, к труду и обороне. Готова нас снова, ну, естественно, полить надо как следует полить. Если грунт просел, какой-то листочек с пятнышком, все это убрать надо, безусловно. Если грунт просел, значит, мы еще немножечко простым грунтом подсыпаем. Это самая лучшая схема для поддержания здоровья пеларгонии, для того, чтобы они цвели настоящими шапками. И не забывайте о том, что в течение всего сезона пеларгонию надо подкармливать и желательно жидким органическим удобрением, ну, то есть содержанием органического компонента. И одно из лучших удобрений, это не гуматы, не коричневые, не просто коричневые гуматы, от них толку не будет. А здесь нужно немножко другое. Вот что, какое удобрение самое лучшее, жидкое, органическое, которое или продается, или можно сделать самим, я вам расскажу буквально очень скоро. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи!